Для всех людей, понимаете что? Александра Васильевна признается, что будущая стройка уже давно не дает покоя жителям близлежащих домов. Здесь сидят и мамы с детьми, здесь и сидят старики, здесь сидят всегда все скамейки занятые, понимаете что? Но это же было сделано для людей, а теперь что они хотят сделать? Вот посмотрите, вот комплекс у нас, вот отгорожено все, да? Это сейчас здесь, вот посмотрите, торговые ряды, расширили, они были, их расширили, да? Вот возьмите, вот этот, вот видите, это полный комплекс 37-го магазина. Зайдите, там абсолютно вы можете удовлетворить все свои спросы. Но хозяин участка с мнением жильцов не собирается считаться. Работа здесь не останавливается. Так, на днях уже начали спиливать деревья. В 2008 году был принят генеральный план города Елабуга, в котором вот этот спорный участок относился к деловой застройке. То есть он был выкрашен красный цвет. На основании генерального плана были распределены земельные участки. Там было три собственника, и у них были планы строить магазины и другие какие-то офисные помещения. В 2012 году во всех районах республики Тарстан должны были быть приняты правила землеполивания и застройки. В 2012 году, когда эти правила начали рассматривать, проходили публичные слушания, люди были недовольны тем, что этот участок будет застраиваться торговыми центрами. Власти города обратились с просьбой к собственникам этих участков. Двое из них согласились, пошли навстречу, отказались от своих участков. И территорию эту отдали под рекреацию. Один занял принципиальную позицию. Эту самую принципиальную позицию приняло руководство общества «Каравелла». Начало строительства компания добивалась почти пять лет, хотя руководство города им предлагало другие участки, например, в четвёртом микрорайоне, где ведётся перспективная застройка. Но учредители «Каравелла» не намерены отказываться от своего участка. В течение этих лет как руководство города, так и жители несколько раз делали попытки противостоять строительству. Так, под давлением общественности, местные депутаты даже перезонировали территорию, приняв решение перевести его в рекреационную зону, на которой запрещено возведение каких-либо объектов. Однако «Каравелла» спорила это решение в суде. Суд признал это изменение зонирования незаконным. И территория снова была возвращена в зону торговли. Более того, компания подала иск в арбитражный суд и выиграла дело. К сожалению, в данной ситуации органы местного управления юридических рычагов остановить строительство не имеют. Мы можем только вести диалог, встречаться, какие-то дополнительные условия выставлять собственнику. И если только он к нам пойдёт на встречу, то это будет хорошо. Но на сегодняшний день он имеет полное право обращаться к нам за документами, обращаться к нам за ордером на разрешение, обращаться к нам за разрешением на выдачу на строительство. Мы будем очень внимательно, очень щепетильно смотреть все эти документы. И в любом случае мы занимаем позицию о том, что на данном участке строительства торговых центров никаких не должно быть. Мы считаем, что эта территория должна быть отведена в регуляционную зону. Между тем, компания стала владельцем ещё одного участка на улице Тазигизата, выиграв его на торгах. Здесь уже возведено здание, в котором расположились магазины. У нас же не лежат чемоданы денег, правильно? Кто-то бизнес свой продал. Вот я, допустим, у меня телевизионная компания в Чапаевске была, я был учредительный. Я продал долю свою, чтобы вложиться вот сюда. То есть нам надо было куда-то вложиться, и мы купили землю на дизатор, за деньги мы купили не с аукциона, а у фирмы. Все говорят, что нам якобы взамен того участка дали этот участок. Такого нет вообще. Что касается участка по проспекту Мира, здесь собственник собирается построить двухэтажное здание. По плану оно расположится напротив магазина «Нинель». И в суд подавали, и не выиграли. Сейчас пришел опять денежный мешок, и решил по-своему. Деревья садили, субботники делали. Все это вот на смарку. Люди даже плачут некоторые, женщины особенно. Прямо издевательство натуральное. Никто нашего мнения не спрашивает. Тут хотят городят, тут хотят городят. Как жить, я не знаю, где ребятишкам играть, где ездить, непонятно. Ну, я, допустим, был бы против, конечно. Ну, не знаю, просто не нравится такое хорошее. Деревья росли хорошо так. Тут все под носом, все закрывается, как в коробке получается. Своё мнение отстаивать население намеренно и дальше. Так, например, Александра Васильевна сегодня нам призналась, что жильцы написали коллективное письмо на имя главы правительства России. И не только. Вот правительство, президенту республики Татарстан. Ну, а мы и далее будем отслеживать ситуацию. Гульнара Салихова, Михаил Филатов, Елабужская служба новостей.